для разогрева такой небольшой обзор твитов солнушко написал все секция уверенно будут зажигать вот нереальное тестирование кстати не забываем вот еще такая просьба через эту дверь можно принципе не пытаться выходить она уже закрыта так что мы оказывается очень сильно мешаем и ноги их стендом вот что там еще доброго тимур страдает стендовые доклады тоже очень рекомендую там сейчас кстати банкратов с орловым но вы на них не ходите потому что не будут сегодня в этой секции вот и будет очень весело опять же повторю объявление насчет обеда обед для второй смены будет проходить на первом этаже в ресторане да там который там возле гардероба возле ресепшена и круглый стол тестировщиков переносится с 13.20 на 13.00 он стартует ну я думаю может начинать на что-то слышно ну все хорошо тогда начнем я хочу рассказать в общем про то что меня расстраивает один факт то что open source ну во первых open source полин зачеркнуто если кто-то заметил надо употреблять термин не open source а свободное по я тоже расскажу о различиях вот меня расстраивает что обычно быть их различиях во первых никто не знает а во вторых все рассматривают это просто какую-то идеологию или религию не дай бог когда это столман еще рассказывает он там расскажите по интернет враждебная среда там типа он заходит подключается выкачивает всю почту потом уходит обратно пишет ответы и все отправляет потому что там это не свободное по и вообще беда вот и все распринимают это чисто как религию и воспринимают так что в этом нету никаких реальных вот плюсов для софта а на самом деле они есть я не хочу рассказать вот это что качество можно поднять это что с бизнесом это друзья и так далее и так ну во первых о чем это мы вообще болтаем такое в программе программное обеспечение но продукт особенный я думаю все это понимают то что все над ним работают вот и в чем его особенности сначала расскажу потом типичное представление об опен-сорс будет кратко очень просто очень представление потом о лицензиях свободных потому что них тоже мало кто знает обычно там целый зоопарк наплодился у них есть разные различия там баги и так далее вот свободное по и бизнес и почему они дружат но это нам правда google демонстрирует в последнее время почему они дружат я думаю у собаки только сейчас нету этого смартфона гребно вот поэтому все частично знают ну и потом раз мы а ну айфон да у вас да нет ничего нет а что есть круто ну круто какой а ну круто хорошо когда-то у всех был сименс сименс отличный пример чего у многих был сименс значит это сименс это отличный пример того что можно сделать с программным обеспечением сообщества что может сделать даже без доступа к исходникам то есть у кого если был то помнить что там было огромное число доработок сообщества написала и можно было все это применять к телефону телефон там делал практически все что рядом существовал ну как правило у него еще юзабилити чуть-чуть так ну не знаю с моей точки зрения было лучше значит мне не нравились другие и а вот с доработками он там вообще превращался сразу смартфон туда даже народ написал способ собственно загрузки программ в нативном коде ну да вот это без доступа к исходникам а чё бы было если бы был доступ к исходникам может быть и не умер бы кто его знает значит но и потом раз мы собрались поднимать качество то наверное у закрытого поиски проблемы и чё это за проблемы и все-таки как их решить так ну значит во первых почему па продукт особенный но продукт особенно если сравнить его там с любыми там с йогуртами не знаю он абсолютно особенный почему то что он интерактивный это раз и потому что он создается в ином виде чем распространяется создается он в виде исходников то есть текстов а распространяется в виде бинарников которые в том или ином виде может исполнять компьютер это ну и исходники по сути они необходимы для каких-то эффективных доработок или исправления ошибок это всегда они необходимы ну как можно и без них как я уже сказал с семенцем вот но гораздо проще с ними потом какая еще особенность это большие требования вообще так безопасности на которые все обычно кладут используют security в обскурите думают что если никто не знает что у нас вот как бы где у нас уязвимость вроде все безопасно ни хрена на самом деле небезопасно а программы они постоянно работают с личными данными но если не знаю не калькулятор калькулятор данном не работает ну можно еще там придумать то что не работает но в общем смысла в том что мало работает с личными данными это нету но в принципе вот этим свойством например в меньшей степени обладают игры хотя даже онлайн игры в последнее время они там можно эти красить этих виртуальных персонажей можно красить виртуальной деньги если такая отличная штука в китае раскрыли чуваков, которые в тюрьмах заставляли по ночам заключенных фармить в линейдже, что ли. Они, в общем, собирали виртуальные деньги каким-то образом, получали, а потом их через разные пути обменивали на реальные. И там бизнес был приличный. То есть там, по сути, тоже уже безопасность очень важна. И еще один такой момент. ПО сильно завязано на платформы, форматы, протоколы, особенно если все это закрытое. И, по сути, когда вам никто не говорит, как оно устроено, какие протоколы, форматы и т.п. используются, по сути, вы даже не знаете, ну вы подсаживаетесь на этот софт. Ну это все понимают, в принципе, вендор лог, там все дела. Сейчас оно хотя бы как-то решается, но решается оно именно за счет свободного ПО. Значит, потом что еще? Еще ПО, оно часто является уникальным. Вот эмблема, если кто знает, это Interactive Disassembler. Ну, в общем, аналогичного, он закрытый, но аналогичного продукта я, в принципе, не знаю. Аналогичного уровня, то есть чтобы он столько же всего умел. Но они, кстати, такие, относительно у них неплохо все. Они версию на 0.5 старее и распространяют бесплатно всегда. Поверьте, там вам ее функции хватит за глаза, там функции, потому что нереальное количество реально. Но потом продукт сложен и в нем обязательно есть баги. Это, я думаю, знают все. Тут как бы вроде конференция тестировщиков. Значит, именно наличие багов – это не потому, что там люди идиоты, а потому, что продукт сложный, он реально сложный. Продукт, как правило, умирает без поддержки. Если кто-то это поставил, а потом непонятно, что с этим делать, постановится через 5 лет, оно успешно умирает, продукт. Но в то же время, допустим, по сравнению с какими-то йогуртами или автомобилями, значит, продукт можно собрать практически везде. Нужны только инструменты. То есть инструменты, они выполняются на абсолютно том же оборудовании. И получается, что сборка, она элементарная. Также элементарно и копирование. Но тут понятно, что защитники копирайта, они придумывают какие-то моральные ограничения, которые общество, в общем, средне принимает, кто-то принимает, кто-то не принимает. Но проблема гарантированно есть. Ну, что да, там, как известно, качают все. То, что, типа, первая копия стоит миллион, вторая там меньше, меньше, меньше. Ну, это понятно всем. Ну и потом, даже если вы не работаете за компьютером, программы настолько окружили нас всех, что от них деться уже никуда невозможно вообще. Потому что, например, машина есть у кого-то. Если машина есть, то в машине есть электронный блок управления двигателем. Ну, собственно, если там ядерный взрыв произойдет, то большинство автомобилей встанет. Тазики только ездят, будет вот этот плюс такой российского автопрома. Значит. Ну, потом вся бытовая техника, понятное дело. Ну, про мобильные устройства я молчу. Все эти андроиды и т.п. Самолеты, поезда. Причем с самолетами там достаточно все весело. В последних каких-то самолетах. И вот, например, если вот в там Боингах, допустим, его еще можно, в принципе, может его пилот посадить на ручном управлении. Ну, сложно, но можно. А вот, допустим, Airbus'ы какие-то, я слышал, то есть не гарантирую, но там какие-то вообще большие проблемы. То есть там даже физической связи нет, все через сервоприводы. То есть если отказывает электроник, то до свидания. Ну, а вся электроника управляется программным обеспечением. А, да, это я еще не все сказал. Да, важно. Значит, это будет про безопасность. Про безопасность будет очень такой хороший пример. Это сигнализация. Они у всех есть. Я расскажу, какие с ними проблемы. Ну, примерное представление об СПО обычно у людей такое. Что, халяву дают? Ну, оно, конечно, бесплатно. Но это только побочный эффект. Обычно как бы знают о чем. Ну, вот в последнее время знают об Андроиде. Знают, что вроде там что-то свободное, бесплатное весь. Ну, Linux там что-то, да, такое слово есть. Есть такой товарищ Торвальдс, который все это там разрабатывал когда-то. Значит, знают, что это все на самом деле нахрен не для простых смертных, это нужно либо красноглазика иметь в окружении, либо самому им быть, чтобы это им пользоваться. Но, не, ну, правда у многих есть, да, или и сами. Вот. Значит, и знают там происходники. И КПЛФ – это уже следующий уровень. То есть знают, что там лицензия такая, что вот вам заставляет производителя отдавать исходники. Я там знаю, да, бывает. Значит, некоторые знают даже и про Free Software Foundation, и про Ричарда Столмана, и про вирусный вирус. Это типа про лицензии. Про все это тоже расскажу. Значит, часто, но часто забывают при этом. О, да, ну, кстати, вот этот Столман. Он тут выступал, кстати, если кто знает. Он все одно и то же обычно рассказывает, еще там это, надевает потом такой нимб, говорит, я там священник церкви святого Емакса. Если вы выполните там все его команды, то вы там что-то к чему-то там. В общем, понятно. Но часто забывают о том, что open source, часто употребляют просто слово, оно на слуху. Open source. А на самом деле это не свободное повод, потому что открытие исходников ни хрена недостаточно для свободы. Microsoft, например, в последнее время там открывает, ну, скажем так, приоткрывает, исходники на посмотреть. Там могут такие ограничения же быть, что ты их можешь использовать только из среды, только при отладке, там, ну, понятно. И только смотреть, естественно, не дай бог ты их там что-то скопируешь. Все накрыто патентами, там они говорят, что на монопроект, это аналог этого .NET под Linux, они преследовать не будут, но, конечно, вот это никто не гарантирует. Значит, свободное ПО, опять-таки, не равно не коммерческое. Часто воспринимают так, что свободное ПО – это, блин, коммунизм, ё-моё, это всем вообще все бесплатно, и никаких денег нет. Это не так. Свобода, она не запрещает ни в коем случае коммерческое использование. И свободное ПО очень легко коммерциализируется. Даже я бы сказал многие, ну, чуть ли не большинство моделей, они от свободного ПО только выигрывают. Это я тоже расскажу. Потом забывают о том, как появилась свободное ПО, и кто его создал. Ну, то есть, нет, он его не создавал. Оно было всегда, на самом деле. Просто были всегда университеты, и в рамках университетов были минималистические лицензии, которые позволяли просто в академической среде это использовать как научную разработку, а там принято так, что вот как бы кто-то что-то сделал, кто-то другой взял, чуть доработал, сделал диссертацию. Ну, понятно. И оно было всегда. Его надо было просто популяризовать и создать копилевт. Ну, было такое, да. Значит, забывают о зоопарке свободных лицензий. Ну, мало вообще, в принципе, такая известная тема. Особенно если рассматривать в какой-то там нашей юрисдикции, то вообще забавно. Ну, связь открытости и качества, ну, понятно, да, тоже расскажу. Ну, еще, да, мне нравится, как Столман всегда рассказывает, говорит, многие неправильно произносят слово гну. Оно в их устах звучит так. Linux. Потому что на самом деле операционная система типа гну. Ну, типа окружение гну. А Linux это только ядро, если кто-то не знает. Ну, закрытое ПО. Закрытое ПО понятно. Это прямое обобщение модели стандартной разработки там любого продукта, ну, закрытой на ПО, да. Модель производитель-потребитель, что есть умные производители и тупые потребители, которые должны прийти и купить. Вот. Им, возможно, там что-то потом еще какую-то поддержку окажут, конечно, ну, хрен его знает. Ну, там, как это, стандартная ситуация с любым другим продуктом. Это, блин, лицензионное, это гарантийное соглашение. Когда вы пришли, оказывается, что там есть пунктик, блин, вот такой звездочкой маленькой написанный, что у вас его не примут в гарантийку. Но даже если примут, они примут сначала на экспертизу, которая будет длиться ровно столько, сколько по закону максимально положено. Не меньше. Но если-таки за эти дни они не найдут, как у вас его не принять, тогда ладно, примут. Ну, и пару месяцев будут ремонтировать. Про данные, то, что оттуда исчезнут, я не говорю, лучше их сразу удалить вообще до передачи им, а то они еще где-нибудь окажутся. Ну, собственно, закрытые лицензии, по которым вам запрещено все, там могут быть веселые пункты насчет того, что о вас собирают данные, что-то еще, потому что это все равно никто не читает, все нажимают accept. К пользователю, естественно, не доверяют, потому что пользователь он еще и пират. Пиратство вообще подразумевает море, океан, корабли и абордажные ключи, а распространение савто... Ну, пираты как-то не имели свойства, вот мне кажется, бесплатно что-то распространять. Они наоборот отнимали только, а называют что-то пиратцами, я не знаю, можно было бы называть робингудством, или там изнасилованием, можно с тем же успехом назвать. В общем, будет аргументация не меньше, не больше. Изощренные способы защиты и монетизации применяются. Ну, защита это понятно, потому что скопировать легко, это, блин, естественная функция, поэтому надо обвешать так конкретно защиты, и по сути это сводится к тому, что нужно контролировать просто компьютер сверху до низу, чтобы не пользователь контролировал компьютер, а компьютер контролировал пользователя, а через компьютер пользователя контролировал производитель. Ну, это про DRM, про зашитие ключей в железке и так далее. Значит, часто закрытое ПО связано с монополией. Ну, это все знают, да, какие там есть продукты, но это, собственно, вытекает из того, что продукт просто часто он, ну, он один такой есть, уникальный в своем роде, и да, в принципе, та же. И бесплатная первая доза, которой есть много способов, ну, тут можно сказать в кавычках спасибо тем же пиратам, которые популяризовали винду отлично, ну, и есть и нормальные методы, то есть там приходят просто и в школы, в университеты дают бесплатно, потому что знают, что если человек будет с молодых ногтей работать с этим, то он вырастет и тоже будет работать с этим, скорее всего. Вот. Еще есть сервисы, это такой один из последних трендов, который все очень любят, потому что бабло приносит. Значит, software as a service. Это, в принципе, если рассматривать именно как software as a service, это худший вид закрытого ПО, потому что вам ничего не дают потрогать, а вы даже свои данные отдаёте. Но это хотя бы все понимают, и это в этом смысле честно. Значит, несвободные лицензии, их мало видов. Виды следующие. Shared source бывает, вот когда приоткрыто на посмотреть, значит, freeware это freeSB, то есть раздаём бесплатно, но что там внутри смотреть как бы не особо можно. Там внутри может быть вирус, мы его можем распространять бесплатно. Shareware это мы не можем использовать свободно, и для этого, как правило, встроены какие-то средства в программу для обеспечения, но при этом мы можем поделиться хотя бы с кем-то. Но это типа выгодно, потому что оно хотя бы не умирает в рамках чего-то одного и легко распространяется по свету. А про прайтери это вообще просто, вообще ничего нельзя, когда вообще всё регламентируется и распространять, и использовать, и вообще всё. А теперь что такое свобода? Свобода на самом деле 4, как рассказывает всегда тот же Столман. Значит, свободы называются, нумеруются с нуля, потому что первая именно всегда называется свобода номер 0. Это использовать по его в любом назначении. Вторая это изучать и модифицировать, это требуют исходники. Третья это распространять, и четвертая это распространять модифицированное. Значит, всё это нужно для того, чтобы как минимум для того, чтобы люди могли посмотреть и проверить, что оно делает с их данными. Но об этом тоже как-то все часто забывают. То есть, в принципе, либо доверяют как-то, либо там не знаю, чего делают. Но это глупо доверять. Свободные лицензии. Свободные лицензии, они делятся на несколько классов. Тут уже пошло про зоопарк. Значит, свободная лицензия, это которая предоставляет, гарантирует пользователю эти 4 свободы. Ну, значит, первый вариант – это паблик домейн. Это когда вы говорите, моя работа, я прав на нее отказываюсь и отдаю всему свету. Тут подводный камень есть маленький такой, что оно может не работать в каких-то юрисдикциях. Ага. Значит, оно может не работать в каких-то юрисдикциях. Есть два вот примера. CC0 unlicense. Ну, хороший CC0, unlicense плохой. Есть permissive. Это то, что было в университетах. Это без дополнительных ограничений. В нем есть баги. Слабый копилэфт – это когда нельзя менять в производных продуктах, но можно использовать как библиотеку. Strong копилэфт – когда нельзя использовать вообще под другой лицензией. А на самом деле есть еще сильнее вещь. Афера GPL – это если вы даже взаимодействуете только по сети, вы все равно должны иметь возможность получить исходники. Про вирус, не вирус. Обычно как-то думают вот так, что есть хороший такой BSD белый и пушистый и плохой такой GPL, гад. Значит, который вирус, и не дай бог код какой-то на нем включишь, а то заразишься. Я уж молчу о том, как боятся аферы GPL. Но на самом деле все забывают, что GPL именно был создан в противовес этим минималистичным лицензиям, чтобы не давать людям закрывать, потому что люди постоянно хотят что-нибудь закрыть. Ну, есть семейство Creative Commons. Это в основном не для софта, но хорошие такие лицензии, на них Википедия работает. Значит, есть. Ну и в этих свободах есть баги. Баги – это первое ТИВО, ТИВОизация, которая с легкой руки, так это Free Software Foundation. На самом деле она делается, ее делают все подряд. Вот, например, Motorola и Sony Ericsson, в ней очень преуспели, там загрузчики в телефонах так и не поломали. Их можно вот не покупать, особенно учитывая то, что и продукт не особо хороший. Ну, патенты – это трололо большое, которого у нас, к счастью, нету на ПО. И законы, запрещающие некоторые ПО, допустим, для взлома DRM. В частности, запрещающие… Вот примеры патентов. Это Microsoft наезжает на Barnes & Noble. Расположение иконки статуса загрузки в зоне браузера, отображающей контент. Совместимость имен файлов, используемых текущей операционной системой и ее устаревшими версиями. Ну, остальное там можете посмотреть потом. В общем, весело. Значит, проблема свободы ПО, как я уже сказал, это SaaS, если оно сильно распространится. JavaScript, который все как-то подразумевают, что нельзя открывать, если он нетривиальный, я обфусцирую. Значит, и скрипты в целом, которые там имеют некоторые моменты. Ладно, значит, тут я пропущу, потому что что-то время уже. И вот теперь я расскажу тогда про такую важную вещь. Open Source и бизнес, которые часто мыслят врагами. А это на самом деле не так. SPO выгодная компания. Допустим, известно, что 75% кода ядра Linux сейчас пишется компаниями. Разными компаниями, не одной, естественно. И здесь почему оно, собственно, выгодно? Ну, во-первых, оно ускоряет прогресс, позволяет быстро создавать крутые вещи, но не писать 10 велосипедов. Во-вторых, оно позволяет рассматривать пользователя, наконец, как вашего друга. Потому что они как человека, который какой-то злой умысел умеет, обязательно все скопирует, обязательно все сломает, и обязательно еще позвонит в техподдержку, задав такие тупые вопросы, не будет ничего понимать. Все это решается как раз. Потом защита от монополистов и прочих акул капитализма. Это у вас, потому что, если вы делаете свободное ПО, используете у вас, просто есть тупо конкурентное преимущество. Это то, что вы производите свободное ПО, и вокруг вас есть жирное сообщество. Потом, ну, тупо стоимость. Это понятно, что за нее не нужно платить за использование ПО какому-то дяде. И то, что отдельная вещь, это качество инструментов разработки, потому что инструменты разработки пишутся программистами для программистов, а программисты, как писать для программистов, они знают. И поэтому инструменты разработки, хотя бы взять SVN, он гораздо удобнее, чем закрытая система контроля версии. Модели бизнеса быстренько. Заказная модель. Каждый проект создается на заказ. 50% экспорта софта даже из России, я думаю, из Индии больше. Она вообще никак не может пострадать от опенсорства. Она только велосипедов будет делать меньше, а продукт, он все равно каждый создается индивидуально. Потом сервисная, ну, это распространенная, продаются там обучение, поддержка. Это обычно первое, что называют, когда говорят про опенсор. Вот это Red Hat, Novel, Canonical, MySQL тоже предлагает поддержку. Гибридная, когда есть две версии или два продукта, свободный и несвободный. И там из первого, ну, из этого, из несвободного время от времени кочует в свободный, может? Ага, отлично. Из несвободного может кочевать обратно в свободный и продается именно там несвободный. Значит, это тоже очень много. Например, Parallels, если кто-то не знает, Virtuoso, оно стоит на всех хостингах практически, которые предоставляют услугу VDS. Ну, на многих очень. Значит, облачное, понятно, это мы продаем работу, ПО, как правило, очень нетривиального в своем облаке. Значит, именно смысл в том, что ПО нетривиальный, его украсть достаточно тяжело, потому что нужно создать очень конкретную инфраструктуру, чтобы это было эффективно, там, лишнее облако. И поэтому оно тоже от этого мало страдает. Ну, устройство. Это тоже. Это первое. Во-первых, Android, а если кому-то хочется примеров помельче, это SparkFun, есть такая фирма, она делает мелкую любительскую электронику, и для нее, естественно, нужно там время от времени ПО, какой-то, потому что контроллеры и так далее. И они все это распространяют бесплатно. Потом фонды и пожертвования. Ну, примеры. Это Freak Software Foundation, собственно, потом Apache Software Foundation и Wikimedia. Wikimedia – это, ну, Википедия, если там понятно. Ну, понятно. То кто-то, кому выгодно спонсирует фонд, фонд спонсирует разработку. Если еще, ну, придумайте свою. Отличная идея. Потом с качеством. Последнее все уже осталось совсем немного. По сути, смысл такой. Цель закрытого ПО изначально – срубить денег. Я не говорю, что изначально цель любого закрытого ПО – это исключительно срубить денег. Оно точно так же часто создается любителями своего дела. И для того, чтобы создать что-то полезное, на чем еще и можно заработать. Просто потом если компания успешная, она растет и бюрократизируется. В ней растет количество менеджеров, усложняются процессы, вырастают затраты. Изначальные разработчики уходят от разработки либо уходят вообще из компании. интерес у обычных нанятых. У них меньше изначально, он потом может падать. Идеи новые прекращаются. И постепенно все это скатывается, сами знаете куда. Но это не значит, что оно опять-таки гарантированно скатится. Но это такое квазистабильное состояние. Ну и какие проблемы? Это, значит, тупые юзеры, которые пиратят софт, хотят еще на что-то повлиять. Это я уже сказал. Потом открытость нужна в головах, а не на бумаге. Ну, то есть тоже не надо думать, что если у вас свободное ПО, так как раз в один день у вас сразу продукт станет лучше. Это не так, естественно. Нужны все атрибуты. То есть нужно сообщество активное, нужно иметь связь хорошую с этим сообществом, там публичный бактрекер и так далее. И тогда будет полезно. Заодно и возрастет качество ваших пользователей, потому что пользователи, многие будут не тупые юзеры, которые могут какой-то фидбэк вменяемый отдать. Ну, репутация. Это то, что просто мы делаем что-то полезное и в нашем продукте нет наших закладок. И иногда бесплатные ресурсы. Это бесплатные тестеры. Закон Линуса гласит, ну, называют закон Линуса, что при достаточном количестве глаз баги очевидны. Ну и последняя такая большая проблема закрытого ПО. Поощряется принцип security through obscurity. Здесь вот в него верят. Я вчера слышал, один человек говорил, что он в него верит. Это бред кэш полный, потому что вот у вас машина есть, вот что на экране изображено, кто знает. Это не брелок от сигнализации. Такой брелок стоит от 80 до 150 тысяч рублей. Называется код граббер. Взламывает практически все сигнализации, которые есть. Причина – это очень грустная ситуация с безопасностью. Ну, в принципе, у меня все. Большое спасибо за доклад. Интересные вопросы из зала, а также небольшое объявление для тех, кто нас сейчас смотрит в онлайне. Вы тоже можете задавать вопросы. Просто пишите в Twitter на решетку SQLDays. И там, я не знаю, какую-нибудь пометочку поставьте, там, например, капсом вопрос напишите. И я все это смотрю, мониторю, и будем задавать вопросы докладчику. Ну, а сейчас приветствуем вопросы из зала. Еще последний момент. Вот нижняя ссылка, по ней можно эту презентацию посмотреть и прочитать. То есть она в виде статья плюс презентация. Такая можно читать, можно смотреть. Ну, что-то по Twitter пока не очень. А, есть вопрос. Замечательно. Вам не кажется, что свободные и с ответным кодом это артагональные вещи. Вы их как-то слили в одно определение. Это доставляет мне некий дискомфорт. Свободные – это свободные с открытым кодом, и с открытым кодом они вообще никак не коррелируют. Не, ну, они коррелируют в том смысле, что свободное ПО обычно имеет открытый код. Неправда. Ну, здрасте. Здравствуйте. Очень приятно. Примеры. Есть класс фрешного софта, сердце которого недоступно. Он достаточно небольшой, но он есть. Ну, примеры. Условно свободные. Вот фар. Исходники фара доступны. Я не знаю. Условно доступные? Условно свободные – это не свободные. Нет, исходники фара доступны. Вы знаете? Что значит фара? Фара. Фара? Менеджер. Фара. А он свободную лицензию имеет? Он имеет свободную лицензию для личного использования. И он имеет свободную лицензию для личного использования, это не свободная лицензия. Для коммерческого платная, для личного бесплатная, правильно? Для коммерческого платная, это уже значит, что лицензия не свободная. Все, я снимаю свой вопрос. Спасибо. Вопрос такой. Раскройте тему скрытой стоимости свободного бесплатного ПО. Для полноты вопроса. Я, конечно, согласен, что она есть. В том смысле, что часто для работы именно со свободным ПО вы имеете в виду, требуются более квалифицированные люди, красноглазики, которые могут со всем этим зоопарком там управиться как-то. Ну, нет, это, конечно, факт. Но момент такой. Вы примите этих людей на работу, они будут работать у вас, они будут обучаться у вас. И это плюс для вашей компании. У вас в компании будут более умные люди. Я не спорю. Просто вы рисуете очень картину такую, скажем, позитивную. Я не против ни свободного, ни закрытого ПО. Мне, в принципе, все равно, каким инструментом пользоваться. Но, скажем, совсем так тонко троллить не надо. Ну, ладно, не надо. Не надо, значит. Ну, еще троллинг? Или просто вопросы? К сожалению, что-то в Твиттере никто не ожил. Я вообще, нас смотрят? Просто интересно. Вот. Резонанс тоже был в Твиттере. Просто от тех, кто смотрел, очень интересный взгляд. Интересная форма изложения. Вот. Ну, я даже не знаю, что еще добавить. Вот. Отлично. Есть вопросы. Здравствуйте. Меня зовут Вера. Код безопасности. Мы немножко занимаемся тем, что пишем для свободных программ. Ну, на коде Linux, там всякие операционные системы, тот же Red Hat, Linux. И мне очень интересен вопрос именно сертификатов и лицензии. Вот там четыре вида их разных. Вы можете поподробнее? Вот в библиотеке мы некоторые разрешено использовать, но потом, если мы их включаем в продукт, их нельзя. Наш продукт уже делать коммерчески. Как такие вопросы можно обходить? Ну, это вопрос просто именно строгости копилефта. То есть, это вопрос именно, какая лицензия. То есть, я как уже сказал, есть копилефт строгий, это GPL, просто GPL. Значит, когда любое производное произведение, если вы это используете где-то вообще как-то, тогда вы это тоже должны распространять по GPL. Есть LGPL, когда если библиотека используется, как бы компонуясь с вашей, там эти термины, на самом деле это специфическая вещь, они в лицензии, там это надо с юристами так немного сидеть, вкуривать, они в лицензии там как-то определяются, и в разных лицензиях могут определяться по-разному. Но общий смысл в том, что если вы это используете, ну, не в самой программе, не дописываете к этой что-то, а именно используете отдельно как библиотеку, тогда можно линковаться. Значит, тут проблема некая со скриптовыми языками, потому что там не очень понятно именно как вообще, там нету бинарника, нету понятия линковки. И со скриптами нету единого мнения, насколько я понял. Считается часто, что лучше всего их просто распространять по GPL и не трогать вообще. Ну, вот как-то так. То есть это вопрос именно того, какая лицензия. Надо смотреть там. Тут в Твиттере протестуют против слова красноглазики. Вот особенно некоторые… Ладно, я сам являюсь. Добрый день. Куликов Владимир, компания Активстов, Москва. По роду деятельности мне приходится использовать очень много свободного по, открытые рецензии, с открытым исходным уходом. И я хотел обратить внимание на тот факт, что все-таки с качеством такого ПО существуют определенные проблемы. Даже смотря на… То есть должно быть много условий, чтобы это ПО стало качественно хорошим. Например, большое сообщество. Да. На том же SourceForge, например, там сотни тысяч приложений, но подавляющее большинство из них – это просто подел. Ну, тут смысл… Все, можно уже отвечать? Да, ну вот такая, я по линии. Ага. Короче, ну смысл такой, что если посмотреть на самом деле 90% несвободного ПО, то тоже окажется, что это поделки, но которые еще продают за бабло. Можно полазать по любым софтопорталам, и это так это очень сразу понятно становится, за него еще деньги требуют. Но это ладно, это даже дело не в этом. Собственно, качество, да? Ну, тут причина какая просто? Свободное ПО часто именно… Во-первых, оно относительно мало распространено. Было бы оно больше распространено, естественно, было бы и качество лучше. Потому что его бы и делали для тех пользователей, ну вот для обычных пользователей его бы делали. В принципе, к качеству Android, я думаю, мало у кого претензий сильные есть. Нет, есть претензии. У меня у самого есть претензии к качеству. Но таких вот принципиальных, прямо вот что вообще пользоваться нельзя. Ну нету таких. Android свободное ПО. Apache – это свободная лицензия. Это другой вопрос. Android свободное ПО. Но то, что у тебя в телефоне, это не Android. Ты сам сказал. Ну, как бы вообще-то можно поставить собранное AOSP, Android Open Source Project. GSM стек открытый не входит в AOSP? Не, ну понятно. Есть еще прошивка радиомодуля. Если говорить о том… Да, давай еще про OpenMock поговорим. Не, ну понятно. Если говорить о том, что сейчас нельзя использовать девайсы чисто со свободным ПО. Я сказал, то, что у тебя в телефоне, это не Android. Вот и все. А я не сказал, что обязательно должно быть в телефоне то, что это Android. Не надо поэтому говорить, что Android – свободная ООС. Android свободное? То, что в телефоне. В телефоне Android нет. Во. Это правильно. Я согласен. Начинать сначала. Но в телефоне Android нет, это тоже не совсем правильно. Это правда. Извини. Ну, это неправда. Ладно, это потом. Я предлагаю это. Вы можете обсудить кулуарно как-нибудь. Только давайте без членовредительства, ладно? А то как-то мне даже страшно стало. Вот, предпринимаются попытки троллинга из-под Твиттера. Ну, я думаю, нет смысла заострять на них внимание. Я думаю, вопросы еще есть? Наверное, все. Большое спасибо. Спасибо.